Всех приветствую, друзья! Мы продолжаем нашу госпиталерскую кампанию и на повестке дня война против Альвы, Бахтана и ряда других держав. Табаристан, Тунис, Хиджас, Мамлюки. И хотя их общие армии не так сильны, но со временем, когда они закончат свои войны, они, конечно, могут выставить побольше солдат на поле боя. Так, мне что-то вообще лень с ними сражаться в каком бы то ни было виде, пытаться доказать свое превосходство. Кстати, а можем ли мы сфабриковать? Нет, мы не можем сфабриковать, потому что мы с ними воюем. Если мы и можем на что-то сфабриковать претензии, так это только еще немножко претензий на Тоскану. И еще немножко претензий на Венгрию. Готовимся отбивать 19-тысячную армию. Так, нам сообщают о восстаниях. Независимость в ряде провинций. Мамлюки хотят получить свое. Нет командующего. Мы могли бы обзавестись таковым. Он нам не помешает. Либо подождать, когда закончится осада крепости, взять кого-то посерьезнее. Из тех, что у нас уже есть. Ну что, готовы сражаться с врагами? Вперед! Ну, какие они хитрые. И то захватывают, и то захватывают. Ну-ну. Праведность уменьшится, либо стабильность? Нет, на этот раз жертвуем праведностью. Захватили еще одну крепость. О, мы перехватили их армию. Я думал, они все-таки как-то лучше справятся с этим делом. Мы не успеем. Всю армию кого-то из противников взяли. Так, страны, которые участвуют. Бахтан, Табаристан, Тунис и Хиджас. И только от Туниса мы хотим что-то взять. Ну, давайте выведем из войны Бахтан. Где тут твоя столица, дружище? Да, неужели? Армия Туниса с нами хочет воевать. Это, я думаю, будет тоже очень быстрая победа. Так, еще одна крепость свалилась. Под натиском наших войск. И идем в Тунис своими силами. Также переведем еще одну пятнадцатитысячную армию куда-то вот сюда. Куда они убегают, непонятно. С кем они будут объединяться, тоже пока не ясно. Давайте обратим вспять суть войны Эфиопии против мамлюков. И перехватим то, что... Так как Эфиопия является нашим врагом, мы можем перехватить провинции, которые они захватили. Вообще, это будет удобно. Необоснованные требования до двадцать седьмого года и влияние агрессивного расширения. Это супер. Мы можем взять больше и получить меньше вредных модификаторов. Хорошо, что они туда отступили. Мы их там и прихлопнули. Армии делим на две части и захватываем еще больше территории. Еще одна скромная победа. А, нет, тут крепость. Стоим на перехвате. Восстановить Святейший Престол. Нет пока что. Шестьдесят риск восстаний. Шестьдесят тысяч еще сюда плетутся. И... Вот она, небольшая армия. Давайте высадку прямо возле нас. Войну они такие решили закончить. Передать державе десять своего дохода в качестве военных репараций. Выплаты будут продолжаться. Мамлюки разорвут все догоры с Хиджаза. Мамлюки выплатят 384 дуката. То есть, по территориям они ничего не забрали от мамлюков. Отлично. Но войну они закончили. Видят, что война пошла уже не в их пользу. И решили быстро... С этого дела соскочить. Или соскользнуть. Даже не знаю, как лучше выразиться. Так, еще одна крепость под нашим влиянием. Давайте вот этих парней выведем из войны. Тут еще целый Хиджаз ждет, не дождется своего времени. Хорошо, 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 хорошо. Это армия пойдет в сторону мамлюков. И так, чтобы не сидели наши 15-тысячные войска где-то в Италии, мы их тоже направим работать. Ну что, вы согласны на что-то? Нет, они не согласны. Ну, раз не соглашаетесь, значит, спрошу вас позже. Ага, что-то мы обходим. Вот наша... А, крепость-столица. Давайте ее возьмем. Как неудобно все это обходить. Что нам предлагают? Вот, эффективность миссионеров, вероотерпимость керетикам, изменение влияния на папу, либо 10 престижа. Я, пожалуй, возьму изменение влияния на папу. Так как я буду тратить его на меркантилизм. Великий магистр теперь находится хорошо, находится хорошо. Куда эти ребята пошли, непонятно. Ага, куда-то вниз, но там их встретят. А мы пошли вот сюда. Так, еще небольшая победа. И следим за рисками восстания. Это у нас будет Иерусалим. Если восстание там состоится, то армия, готовая разбить это восстание, будет рядом. Ох уж эти мумлюки. Что вы с нами делаете? Так, выиграли. Ну и молодцы, идите сюда. Хотя нет. Туда логичнее вернуться той армии. А тут мы будем все-таки рядом с восстаниями. Так что давайте как-то... Так. Походим. Ладно. Давайте поможем себе. Оу. Серьезное столкновение. Практически сражались на равных. А тут мы еще можем встретить армию Эфиопии. Нет, туда мы не пойдем. Мы лучше встанем в Иерусалиме и будем ждать восстания. А так как у нас еще 16-тысячная армия есть, то ее мы тоже отведем куда-то сюда. Пусть будет возле Иерусалима. Пусть будет... Иергетит일�ilty. Вот. Иерусалимы. Иерусалима. даже не смейте туда двигаться так был раскрыт когда фабриковал печалька и заберем армии отсюда незачем тут прохлаждаться это уже практически наша территория все риски восстаний снизились сейчас заключим с бахтаном перемирия столица взята стоит не забывать просто об огромнейшем хиджазе который сейчас находится в состоянии войны а а эфиопия с хиджазом эфиопия тоже наш враг а кто это у нас тут ходит подождите эфиопия что ли не наш враг а альва наш враг не эфиопия точно с эфиопией мы не воюем с чего это я решил что а вот территория альвы отменить что-то нам мешает попасть на эту территорию наверняка крепость вот это поэтому мы сюда идем до 23000 если что будут держать это все под контролем дипломатия отношения улучшить отношения дипломатия сфабриковать претензию и еще одну можно конечно заключать перемирие а и наши войска могут объединиться так столица ну давайте захватим еще ее побыстрее справиться с этим региончиком не очень приятно туда мы попасть не можем ну ладно хотя бы где-то осесть десятитысячная армия ее я думаю мы не пустим все еще святейший престол что там у нас по общим доходам и по приросту растем мы вперед по всем показателям торговля 28 дукат учетом не тем занимаетесь что такая торговля скудная мы же так стараемся конкурентов отовсюду выбивать хорошо взяли провинцию идем дальше а львийская шестнадцатитысячная куда идет и тут еще вот эти вот ребята давайте попробуем их там словить это конечно горы но я слишком силен для них и бояться мне нечего одну армию заставили отступить а эти видимо идут на объединение хорошо раз тут самое большее число войск врага сосредоточено сюда мы и назначим неплохого командующего сконфузили это государство не даем им ничего предпринять и сделать а что у вас за флот 289 как-то мои флотилии не хотят поработать с флотилиями врага пока желания такого не вижу куда эта армия движется за нашей дружище вы же в курсе что у меня тут просто силы невероятно скопились и шаг влево шаг вправо просто будет расстрел был раскрыт увы и есть одна крепость взята и 25 тысяч мы можем освободить пусть идут на вражей территории и мы добираемся по чуть-чуть к столице врага вот только крепости надо перехватить так мы придем и к альве они идут воевать не в нашей войне поэтому их нечего бояться 32 а сколько здесь лимит снабжения маленький поэтому лучше разделить пополам такое войско и часть отправить назад а а а так хорошо тоже был раскрыт плохие новости это увеличивает влияние агрессивного расширения но у нас действует хороший модификатор который это все дело пока что нейтрализует не сидит же нам и не смотреть как их корабли тут занимаются чем угодно только не тем а плохо еще вы там будете давайте их разобьем а 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 три кораблика потерялись идем разбивать флотилии да вот гадости куда вы убежали давайте лютое сражение беда армия вам эта война боком вылезет а кто поглощает персию бывает и такое а а а а а а а а а Сколько у нас флотилий? Одна занимается, 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 непонятно чем. А, Венеция, Алепа. Это константинопольская флотилия. Ладно, нам надо отделить зерна от плевел. Уходи, уходи. А ты давай назад в Константинополь. А то это прибыль, а терять ее не хочется. Как только нам вернут дипломатов, мы готовы будем провести переговоры о мире. Со всеми, кого мы немножко захватили. Войны на Востоке не так интересны, как войны в Европе. Потому что восточные державы падают одна за другой очень легко и быстро. Видите, это просто прийти, увидеть и констатировать победу. Идем брать столицу. Идем смотреть дальше, что тут за территорию. Послужим первопроходцами воинствующими. А, мы не можем взять. Слушайте, я что-то думал, что я здесь стою и беру территорию. На самом деле не стою и не беру, а стою и просиживаю время. Потому что Эфиопия. А Эфиопия не наш противник сейчас. Ладно, тогда... Во все стороны. По сравнению, моя новая 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 нованая новая 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 Нет, все в крепость Ребята хотят мира И я могу им его предложить Во всяком случае Часть из них Давайте Да захватим Так, мир, 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 мир Во-первых, вы Вы попали в эту войну Совершенно случайно Я это понимаю Поэтому вы отделаетесь деньгами И выплатой репараций Также я потребую Что же я хочу потребовать от вас Мне от вас, по идее, ничего не нужно Можете разве что разорвать все договора Во имя престижа Это плюс 5 престижа мне даст И И территории от вас Никакие требовать не буду Так как не смогу пока что их национализировать Вот вы можете еще отказаться от претензий Отказаться от претензий По отношению к А какие у вас претензии Слушайте, давайте вас оценим На предмет претензий А никаких особо претензий Можно требовать отказа от любых претензий Сколько влезет Настолько пусть и отказывается На 9 престижа Значит на 9 престижа Можно еще на 2 престижа Проход войск Но у меня, по-моему Не хочу платить за это Дип очки Дип очки менять на престиж Хотя могу Так, отправить такое требование Отлично Отлично Военный городок Или рынки Воины, которые спонсируют нам строительство Следующая страна С которой мы будем Договариваться о мире Кстати А куда мы поведем наши войска теперь? Отсюда Куда-то в сторону европейцев Следующая война будет на их территории Или мы все-таки повоевем где-то с Персией К примеру Персия Бахтан Бахтан, Бахтан, Бахтан Вот С вами можно заключить мир 111 дукат Тоже неплохо Тоже разорвать все договора А У Бахтана мы можем взять территорию Но это, по-моему, будет стоить Стоить нам 16 дипломатических очков Хотя Если мы аннексируем эту территорию То Мы сможем Хотя мы и так можем нападать на Шерван И так далее То есть нам как бы и не очень нужна эта территория Она особо ничего из себя и не представляет А Сирии ты ничего не можешь передать? Грузии можешь передать, но она не наш вассал Так-то по этой войне мы, по идее, мамлюками раскармливаем вассалов Мы могли бы взять вот это дело И потом его национализировать Будет такая маленькая заруба Зарубка в этом регионе Просто потому, что мы больше ничего у этого Бахтана взять особо не можем Кроме отказа от претензий Так, это все Да Сколько? 8,7 престижа Отлично Престиж практически сотня Еще две провинции под нашим контролем 107 административных очков Взяли А почему? Так много Грузинские традиции плюс 50 Вот в чем дело Этого я и боялся Что это нам дороже будет обходиться Из-за того, что оно Вот таким вот лыком-шиком Мазано Нам нужно Грузию брать в качестве вассала И потом отдать эту провинцию Так что, наверное, пока что Все, что я сделаю в этой провинции Это Это, это, это Перекрестить суннитов Давайте перекрестим А вы, пожалуйста, сюда Будете подавлять восстания Если они возникнут Так, у нас нет ни одного дипломата Но как только появится Я сразу проведу войну против Грузии Так, дипломатия есть Дипломат, точнее Дипломат Феодора Это единственный, кто вступится Это будет Феодора ОК Продолжаем серию перемирий На этот раз, может быть, вы готовы Дарфур, Альва Да, Альва готова С нами поговорить о мире Нет, нам нужны репарации Вы наверняка Не бедные И можете их платить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Шесть тысяч, двенадцать тысяч объединить Оставить на осаде Отправить дальше Это наши транспортники Хотя семнадцатитысячная армия против Грузии у нас здесь есть Сколько у Феодора флота? Флот небольшой Он вряд ли нас разобьет Если мы сейчас в Грузии объявим войну За захват Провинции мы можем объявить войну Феодора О, Феодора Не маленькая такое Что у вас по Пятнадцатое, семнадцатое То есть, как минимум Нужно еще какое-то войско сюда привезти Давайте его и приведем Еще, может быть, вот эту шестнадцатитысячную армию Откомандируем туда же Куда-то, куда-то, куда-то Вот сюда, на территории нашего вассала Захватывать крепости у них И вот эти все армии нам тут тоже будут не нужны Мы их введем сюда Готов ли я к войне против Феодора Ух ты, мне тут даже не хватает сил Для того, чтобы осадить эту крепость 38 тысяч нет Ну, сейчас я готов, как никогда Друзья Мы к вам идем На всякий случай Чтобы страшно не было И рисков больших тоже, чтобы не испытывать Феодора Ну, пятнадцатитысячная армия Это будет армия контроля Так сказать Пять тысяч сюда, пять тысяч сюда Эти армии сюда Хм Восьмитысячная на перехват стала Но Мы вас накажем за это Все, у Грузии нет армии А Феодора, если придет, то им обломится Столица Альвы взята Хорошо Сейчас, чтобы Грузию сделать нашим вассалом Нужно побороть Феодора Ага Нам мешает тут 20 кораблей их Разрешите Разрешите Что если Мы можем То могут и они Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На захват Что там Тунис от нас просит Тунис, вы перехватываете наши территории Вы что-то от нас просите Пойдем и вернем их назад Нет, давайте куда-то сюда 50 административных очков 50 административных очков О, отлично Это то, что я возьму И Дипломатия 20% штраф Брать, не брать Или потратить еще часть очков на развитие Есть же у нас места Где мы можем Купить себе особые привилегии Да, вот такое место Еще одно такое место И еще одно такое место Так, 37 тысяч А лимит снабжения Здесь 32 тысячи Чуть-чуть страдаем Хорошо Идем разговаривать с Феодора В наших тонах Ну Да, почти разбили крепость И мы почти разбили Опять Нам кого-то хотят дать Праведность увеличится на 10 Либо сын купца Праведность уменьшится на 10 Но мы получим 380 дукат Так, 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 так Ну пусть будет сын купца Может быть он будет Хорошим администратором Так и есть 4 Ясно Ясно С Грузией почти все Ага, я так понимаю Одолеем флот Тогда И будем говорить О победе Да вы серьезно Так Флот мы одолели Теперь мы куда-то можем идти Теперь мы можем идти Но Феодора Сотрясает Множественное восстание Поэтому нужно быть осторожными Ого Как все запутано здесь И сложно Какая-то просто Паутина Да вы шутники Нет 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 Не хочу воевать С их повстанцами Так Тунис Я хочу Одолеть Так что мы будем Заниматься их столицей Сколько у нас? 107 тысяч Ну молодцы А тут придется воевать Поэтому нужен полководец Нужен 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 Да не страшно Что с ним может случиться Что с ним может произойти? Какая проблема? Вы о чем? Так Так Мы можем куда-то отправиться Да можем Нет Не погибай Праведность За престиж Погибли Берем конечно же Праведность Хорошо что нашу армию Не уничтожили Всю подчистую Где-то Где-то уничтожили Идем Они заплатят нам За такое поражение Так что захватили То у нас и отобрали Мы их победили Но это ненадолго И очень многие Хотят с нами мира Так Надо Надо со всеми разбираться Во-первых Альва Мы ее уже почти захватили Зачем 100% захвата делать? Это конечно Какой-то мой каприз Че я от тебя хочу? Пока что я ничего От тебя потребовать Ну могу конечно Немножко территории потребовать Слушайте Можно взять территорию И у нас и административных очков Хватает Чтобы с этой территорией Справиться Рыви договора Так Четыре престижа Если я беру эту территорию То открываю себе путь внутрь Они не хотят давать Хотят только одну провинцию Мне дать А если я хочу обе? Ну допустим я согласен Немножко Поумерить свой пыл В отношении других своих требований И пусть у вас с Эфиопией К примеру останется союз Так Отправить требования Отлично Везде покусали И сейчас как-то это все будем Национализировать и приобретать Давайте ребята Хорошо Сейчас посмотрим С кем у нас личные Лишние договора Заключения Кого мы будем из этой войны По договорам выводить Точнее все это уже будем делать В следующей серии Так что я с вами прощаюсь Удачи вам И хорошего настроения Друзья Субтитры создавал DimaTorzok